Дорогие друзья, для меня большая честь участвовать в этой церемонии. И вы видите, что название моей лекции – «Дар Менделеева образованию и мне». И мой соавтор Бреди Харрен, он тоже здесь где-то в зале. И вот цель лекции – это вам показать, что гениальность Менделеева заключалась в создании чего-то, что каждый может использовать в качестве очень гибкой основы для выражения своих химических идей. И я это сделаю, как я провожу для вас небольшую экскурсию по моему офису в Ноткинском университете в Англии. И вот вход моего офиса, этот зал для моих сотрудников и моя комната немножко подальше. И я не могу вам показать все мои таблицы Менделеева, но я вам покажу несколько. Ну, на стене офиса весит вот эта картина. Это вид через троицкие ворота Кремля. И мой отец в детстве жил в этом здании. Вы видите, на правом манеже, и там, на углу Возвиженко и Маховая, там такие квартиры или были квартиры. И вот там, на белом этаже жил мой папа до революции. И на полках офиса тоже его вспоминания по-английски, по-русски. Вот вы видите мой молодой папа. Ему в это время было 6 лет. И тоже на полках первая таблица Менделеева. Вот это советская почтовая мака, которая была сделана для сотни юбилей таблицы Менделеева. И вы видите, что группы таблицы горизонтальны и не вертикальны. И совсем рядом, около моего стула, весит вот эта фотография этой таблицы Менделеева. Александр Михайлович уже вам рассказал, что это самый старый пример таблицы Менделеева. И это немецкий или австрийский вариант. Но можно знать, когда это было сделано. Это в 85-м году, потому что уже открыли Скандию и Галлию, но Германии там не было. И потому что это немецкая таблица, если уже открыли бы Германию, наверное, это будет. И тоже на стене у меня в бюро весит современная российская таблица Менделеева. И вы видите, что форма похожа на старую, но там, наверное, и на инертные газы, о которых Менделеев ничего не знал. Но форма похожа. И на полках тоже моя первая книга «Химия». Я купил, когда мне было 13 лет, в 61-м году. И вот книга. Но то, что удивительно, что там совсем не было таблицы Менделеева. Поэтому мои родители купили для меня свою таблицу Менделеева. И было два варианта. Большая, которая была на стене моей спальни, и маленькая, которая у меня еще есть и висит в моем бюро. И вот вы видите, моя первая таблица Менделеева. И это теперь современная форма, но вы заметили, что самый тяжелый элемент, это 101-й элемент Менделеева. Это значит, что в течение моего научной жизни открыли еще 17 элементов. Это равно один элемент каждые 4 года моего научной жизни. Но проблема этой таблицы, что это невозможно знать, как выглядят эти элементы. Поэтому в моем бюро находят 3 экземпляра очень красивой таблицы Менделеева американца Тео Грей. И вот стоит там фотография элемента. И я очень люблю этот пазл, потому что для меня это немного забавно, что можно делать целое встеление из 90 элементов. Но чтобы делать этот пузел, чтобы делать эту таблицу, вам нужно тысячи штук. И потом, это один из самых новых элементов, таблиц элементов у меня в бюро. Это от Европейского химического общества. И бывший президент Дэвид Кэлл Хамилтон и его команда, они рисовали вот эту немного необычную таблицу Менделеева. Вы видите, что это на русском языке. И у них веб-сайт, можно бесплатно получить такой же таблицу Менделеева. И то, что покажет, что увеличена каждый элемент, покажет, сколько этого элемента существует на нашей планете. Например, много водорода, очень мало, например, золота и так далее. И тоже показывает, если запас этих элементов достаточно для нашего будущего. Зелёные элементы, значит, что есть очень большие запасы, и красные, значит, что в течение, может быть, 100 лет больше не будет для нас. И тоже там показано, столько элементов нужно, чтобы строить современный мобильный телефон. И Александр Михайлович вам рассказал, чтобы строить человека, нужно 22 элемента, чтобы строить мобильный телефон, нужно 31 элемент. Тогда это значит, что мобильный телефон это сложнее, чем человек. И я думаю, что это будет очень полезно для учителя, для школьников. И, конечно, для меня это очень важно, потому что мой собственный примет исследований, это зелёная химия, и такие вопросы очень важны. Но единственная проблема, что здесь не показано, есть ли элемент газ, жидкий или металл. И чтобы вам показать, как можно это демонстрировать, надо посмотреть мои галстуки. И вот несколько из моих галстук. на каждом галстук таблицы Менделеева. Но самое важное для тебя это вот эта китайская таблица Менделеева на этом галстуке. И может быть, вам неизвестно, что иероглиф каждого элемента состоит из названия и так называемого радикала. Если там это красный, это значит, что элемент газ, что если это зелёный, значит, что элемент металл, и это жёлтый, значит, что это камень, это значит, что это твёрдое тело, но не металлическое. И вот сразу вы видите, что этих элементов газа и вот этих металлов и остальные они твёрдые, но не металлические. И я думал, что это один из приёмов китайского языка, но, к сожалению, я не умею по-китайски. Но это только письменный язык, устно это не слышно. твёрдое, потом, это мой самый новый таблиц Менделеев, и вы видите, что там все элементы от водорода до Аганессона. Но я думаю, что это очень красиво, но ещё есть проблема. Даёт впечатление, как рассказал Александр Михайлович, что мы уже открыли все элементы, нет места для новых элементов, но существует другой вариант таблицы Менделеева от химик Чарльз Джанет, и вы видите, что там устройство элементов немного по-другому, и там место для 119 и 120 элементов, которые они скоро синтезируют в Дубне, и там место Юрия Целакович для ваших новых элементов. И к сожалению, у меня в своём бюро такой же таблицы Менделеева нету, но у меня есть Вея, который сделал Нагаясу 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 очень талантливый преподаватель химии в Японии, и он мне послал вот, и там тоже место для новых элементов Юрия Целаковича. И надо сказать, для будущей химии самые важные люди это наши учители химии. И я хочу поздравлять всех учительниц, которые здесь. Ну, и у Нагаясу еще очень интересная идея. Для меня, и, наверное, для вас, это очень трудно вспомнить атомное число элементов. Надо все время тщательно посмотреть таблицу Менделеева, чтобы вспомнить. И вот идея Нагаясу. он знает, что для нас это очень легко читать минут на часов. И тогда можно сразу видеть, что натрий это номер 11 и лютесии номер 71. Это значит 11 плюс 60. и на левую стороне там сумма 51. И рентгене это немецкое название. Для англичан произношение почти невозможно. И рентгене это 111 элемент. Я думаю, что это замечательная идея. И потом у меня несколько забавных таблиц Менделеева. Например, это от год Международный год химии в Австралии, Королевский Австралийский химический институт. Они нашли художника, каждый художник рисовал картину для элемента. И мне подарили элемент 31 элемент галии. И вот эта картина это шутка, потому что химик Лукок открыл галии и вот петух это по-французски это Лукок и тоже по-латински галус значит петух. Тогда это тройная игра слов и катин. И потом у меня вот эта таблица висит на стене эта таблица Менделеева овощи. И это только работает по-английски. Ну например помидор по-английски томато и тантал там написано Катина помидора. Это без для студентов это немного странно, но все-таки они могут читать название элементов и мне дает удовольствие. И потом на полках вот такие большой беспорядок, но там в середине в этом маленьком ячейке самая маленькая таблица Менделеева в мире. И вот эта таблица Менделеева написана на одном из моих волос. И вы видите, что это в книге Реклода Гиннеса. И вы видите, что здесь волос и волоса, и там написано таблица Менделеева. И тоже на полках вот картина Примор Леви, он итальянский химик и писатель. И я считаю, что Примор Леви поэт химии. Он единственный человек, который писал о радости химии. Как радость, которую мы чувствуем, как мы сделаем, кристаллизуем, как мы фильтруем, мы сделаем осаждение. И я думаю, что он очень важный автор для химии. И вот его книга «Таблица Менделеева». К сожалению, художник, который рисовал обложку, он не знал таблицу Менделеева, и поэтому элементы неправильные. И для меня может быть самый большой дар Менделеева это химия по каналу YouTube. И в течение 5 недель, 10 лет тому назад, я с моим коллегой Брейди, который здесь, и несколько моих коллег, мы снимали 120 видео, один видео для каждого элемента таблицы Менделеева. И у нас и 10 лет позже мы продолжаем, и мы всегда сделаем новые видео. И вот наш веб-сайт и мои коллеги, и в середине стоит Брейди с фотоаппарат, с видеоаппарат, и можно нажимать на любой элемент, и там будет видео, например, для водорода, взрыва и так далее. И у нас больше, чем 191 миллиона зрителей, посмотров, и мы уже совершали 648, это неправильно, видео. надеюсь, что скоро будет больше. И эффект этих видео для меня был довольно большой. Например, я был в Казани, где Клаус открыл рутени. Я держал в свои руки оригинал, первый образец рутени. И писал Клаус, я новое тело назвал в честь моего отчества, рутени, в переводе с латинском российский. И потом у меня была возможность с Брэдди путешествовать. Мы встретили супергероя таблицы Менделеева и, конечно, самый известный большой супергерой это Юрий Цулакович. и на стене моего офиса весит вот эта картина Юлица Лакович, я и Брэдди. И тоже для чая у меня чашка из Дубны. И потом самое трогательное, что несколько довольно молодых дети приедут в Нотингеме, чтобы встретить нашу команду. Например, этот молодой мальчик Эйджей из Америки, ему 8 лет, он для Рождества, его семьи летели из Америки в Индию. и они сделали перерыв 19 часов, чтобы приехать из Лондона в Нотингеме и посетить нашу команду. И Эйджей рисовал вот эту таблицу Менделеева и самое смешное для меня, что здесь показано, где нужно поставить иголку, чтобы висеть это таблица Менделеева. Но теперь я вам покажу короткое видео, которое Брейди сделал, и это, я надеюсь, вам покажет удовольствие, которое в течение 10 лет таблица Менделеева дала мне и моим коллегам. Спасибо. Видео, пожалуйста. Are you ready? Go. Whole areas of the periodic table wouldn't be there now, and it wouldn't be the periodic table that we know today. Okay, so what we're doing today is Neil has made us some gun cotton. Oh! And I'm looking at the periodic table. It looks like an ordinary periodic table, but you can take out the elements. What have we got here? Wow, chemistry. You can imagine the periodic table a bit like a family photograph. There'll be some people you know very well and others where you haven't even remembered what their name is, but you remember one or two facts about them. Lecture theatres, classrooms all over the world have periodic tables hanging in them. You can buy vodka with Mendeleev's name on it. Actually produce and show you elemental fluorine. I've never seen so much gold. In fact, I've never seen so much of any element. Inserted the cube into the periodic table of the elements. For the chemist, I'd like to give him my tie. I'm in India. I'm on the train going up the Kokobaldur mountain in Rio de Janeiro. It's nice, sunny weather in Stockholm. Exit left. So, on the left. Oh, wow! I'm on Bondi Beach in Sydney, Australia. So we're in Darmstadt in Germany where they made six different super heavy elements and I'm just going to show you how they did it. We're trying to make literal Amharic translations of the Ethiopian translation. This is Mendeleev's business card and you can see it's a fan. I've been told that they need to take one of my hairs. Ooh! So each element or each symbol is four microns across. Everything is revealed. Four, three, two, one. And I'm in the office of Yuri Agnesian after whom element 118 was named. A barking dog sound, a woof sound. So once again, I've managed to decimate your people. After this, whenever he was lecturing with the reaction, he would hold up his hand and say, I had a hand in that reaction. So a chap called Kip actually invented this back in the 1800s. and say, I'm in the И вот здесь, я также нашел мой первым периодическим табелем. Спасибо за внимание. И для нашего знакомства из Нью-Зеланды, спасибо.